Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем смотреть обновление игры My Little Pony от компании Game Ought, версия 4.2. Уже должна была начаться вторая мега-апция, но пока мы смотрим окончание предыдущей, про день сердечек и копыт. Слушай, говорит Фазербэнкс, я не умею разговаривать с девушками, я столько всего наговорил и выставил себя таким придурком, я знаю, что у нас мало общего, но... Фазербэнкс, твоя внутренняя сила и это самосознание, ты такая классная, Блэйс, я был бы польщен... Эй, Фазербэнкс, я, если бы ты стала моей особенной пони, выкрикнул он ей в лицо и убежал. Ей. Ты можешь замолчать хоть на секунду? Да, дай мне возможность ответить и убери это несчастное выражение, глупый скакун. Ха-ха-ха. Я что сейчас будет? У меня тот же вопрос в Эпплбум. Ш-ш-ш, она что-то говорит. Ммм, Фазербэнкс, думаю, сейчас ты показала себя с лучшей стороны, ты замечательный, я была бы очень-очень рада быть твоей особенной пони, давай попробуем. Ура, у нас все получилось. Нет, Скуталу, у нас не получилось, я не получила ни Блэйс, ни Фазербэнкса. И акция закончилась, да, поздравляем. О, кстати, баннер следующей акции. Следующая акция у нас началась сразу же, и она про Мист Мэйн и ее родственников, товарищей и прочее-прочее. Давайте сейчас я вам на экран выведу сразу код Инна Лав, который на 20 камней на День Святого Валентина был у нас. Просто потому, что я пока про него вспомнила. Все, посмотрели, записали, кто еще вдруг его не активировал. Давайте смотреть дальше. Поздравляем, история о сердечках и копытах подошла к концу. Но не волнуйтесь, впереди вас ждут новые приключения. И награда сообщества Букетик. Окей, он, по-моему, в Панивиле находится. И, по идее, у нас сразу же стартует вторая акция про Мист Мэйн. Ну, разве этот сад не божественный и красота повсюду, Свити Бэйль? Если только ты захочешь ее увидеть, ты ведь помнишь легенду о Мист Мэйн? Ну, конечно, я помню легенду о Мист Мэйн Реррити. С нашего прошлого похода это моя любимая легенда. Я даже помню начало наизусть. Мист Мэйн была многообещающей юной волшебницей. Ее таланту и красоте не было равных. Все ее любили и очень скучали по ней, когда ей пришло время отправиться в самую лучшую школу магии и волшебства. Хогвартс. Бу-хау-и-си-во-хау... Короче, она говорит по-китайски. Легендарные пони, как вы помните, у нас говорят несколько на своих старых языках. Нимэн Шуинэн Гаусу Воджа Шинаэр. Странно, очень китайский. А еще она выглядела в точности, как вон-то пони. Действительно, опять у нас временной разрыв какой-то свете. Ничего не могут сделать. У-у-у, нам временно... Прыгай, ты, боже мой. Нам ее временно, конечно же, дают на время акции. Потом ее заберут, если мы ее не получим в ходе самой акции. Ну, и она что-то продолжает говорить по-китайско-пони. Я не буду пытаться это прочесть, как вы понимаете. Так, временная история. Ву-бу-мин-байл. Отправить мисс Мэйн наложить переводящее заклинание. А, ну да, то мы ее не совсем понимаем. Дальше вышли какие-то неприличные слова. На 30 секунд. Вперед. Вот она, мисс Мэйн. Очень милая кобылка. И очень веселая. И резвая. Они реально как-то быстрее бегают, чем... Смеха-то какая. Что-то она реально очень... Очень резвая для своих лет. Давайте соберем у Кэппера монетку. Кстати, цветок давайте свой выставим. Романтичный букет. Прямо к паровозу нет. Давайте куда-нибудь. Кстати, да, с редактором я разобралась. Надо жать дольше. Надо просто реально дольше жать. То есть я жала... Вот. Я жала вот раз-два. Да? А надо раз-два-три. И только тогда открывается редактор. Представляете? Я просто мало жала. Просто мне все в комментариях писали, что вот, я случайно вызываю этот редактор. Просто, ну, как бы, вот, мимо проходя. Привет. Рэйвен. Точно, Рэйвен. Я задумалась, как ее зовут. И я думала, что, как бы, быстро надо. Надо долго. Вот так вот. Поэтому не виновата я забрать. Погодите, что вообще здесь происходит? Что это за единорог? И почему все кажется таким знакомым? Так намного лучше, как я говорила, я возвращалась из школы волшебства, знать и Хогвартс. Знаете, моя подруга Сейбл Спирит стала императрицей. Вдруг вспыхнул очень яркий свет. И вы можете мне помочь? Да, 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 мы можем тебе помочь, мисс, то есть, странная пони, которую мы никогда в жизни до этого не видели. Только можно я скажу всего два словечка своей сестре, ладно? О, боже мой, святибель, мисс Мэйн потерялась во времени, и мы должны ее вернуть. Так вот так. Она не должна узнать, и пока мы не поймем, как отправить ее обратно, мы должны проследить, чтобы она в точности следовала легенде, иначе никто не знает, что случится с историей. Прошу прощения, не хочу показаться грубой, но, возможно, вы могли бы помочь мне найти мою семью, если магия каким-то образом, ну, переместила мой родной город, мне хотелось бы знать, что с ними все в порядке. Загляните в раздел сообщества. И мы назначаем всех, кто есть. Главный приз у нас садовница, потом второе место отпечаток клапы, потому что год собачки у нас в этом году, и собирают, соответственно, Эппл Боум, Скотти, Антиквар и лавочница Грифон. У нас акция на 12 дней. И, кстати, это битва с боссом, мы будем с Сейбл Спирит потом сражаться. Кстати, что у тебя тут в призах? Так, цветок, камни, наверное, тут что-то вместо камней другое, может быть, за временную награду, может, поняшка какая, если знаете, что здесь можете написать. Второй этап у нас, это что такое? Карета. И, собственно, юная Мист Мейн, временная награда. Интересно, какие бустеры, я пока не видела информации, что тут вообще нужно. И последний, третий этап, драконы-близнецы и Сейбл Спирит. Ну, будем надеяться, что у нас будет шанс побороться за юную Мист Мейн, потому что пока это, конечно, самое забавное, что мне нравится. Так, социальная часть у нас одна, то есть у нас один социальный этап, не два, как раньше было. И заданий не так, чтобы много, смотрите, как их мало, да, по сравнению даже с квестовой линейкой на День сердечка копыт. Так что давайте, что нам там дальше надо сделать? Отправить Рерити на поиски семьи Мист Мейн. На одну минуту. И отправить Сейтибель на поиски семьи Мист Мейн на 45 секунд. Окей, смотрите, девушки, очень миленький у нас дракончик на иконочке, а домик у нас выглядит вот так, то есть вот этот храм нам не дадут. Это алмазные псы, а ну типа китайский Новый Год, Год собаки, тут вот внизу алмазные псы большие стоят, как охранники, и маленькие вайноны. Этот собачий храм, какая милота, боже мой. Так, хорошо, кстати, по поводу, меня еще очень интересует, сердечки валентиновские у нас продолжили, остались или нет? В группе кто-то писал, что остались, кто-то писал, что не остались. Я самих сердечек, честно говоря, не наблюдаю, а эти самые за сердечки, так, ферма Сладкое Яблоко, магазин. А нет, все-таки убрали магазины, возможно, их он какое-то время еще был здесь за сердечки, но сразу после обновления могли не сразу его убрать, вот, но, как вы видите, сейчас магазина здесь уже нету. Я записываюсь, что в 8 вечера примерно, ролик будет завтра утром на канале, вот, и на время 8 вечера магазины за сердечки здесь уже нема. Вот, так что кто не успел, как я, тот не успел. И, кстати, они очень интересно сделали там, ну, многие столкнулись с проблемой, что если прям, ну, как бы не сильно, прям сильно торопиться, ну, по сути, ночами не собирать, то жетонов можно было собрать только на что-то одно, либо на пони, либо на магазин, потому что в среднем получалось около сотни жетонов в сутки, а было всего 6 суток вместо 7 суток, которые нужны были бы и на магазин, и на пони, так что, короче, одно из двух, очень хитренький геймлофт, и в отличие от отельных пони, мы не могли, ну, короче, количество камней не уменьшалось в цену, вот, и, да, сердечки полностью убрали. Вот, печатками, да, огорчения, но, как бы, это было понятно, что там идет расчет на что-то одно крупное и какой-нибудь один декор. Новые поняшки в Паневиле, императорский алхимик, я чувствую, там все нужные пони будут. Вот, кстати, старо-стрик, он сейчас нужен для социальной акции по полетам, который призом у нас идет, а метис-старь, сейчас покажу, если не забуду, матушка-400, императорский жеребенок-300 и страж-400. Ну, короче, понятно, новые пони. Ферма Клудштаун, кристальная ферма. Здесь у нас, кстати, ювелирная мастерская, которая у нас идет, камнепадный магазин, наборы за донат, ну, собственно, ювелирная мастерская, матушка вместе с вишнями 529, кстати, а декор, интересно, добавишь, сейчас глянем жеребеночек с садом, единорог, о, коробка фейерверков. Не, мне очень нравится, как они совместили китайский Новый год и продолжение обновления по Мальдилпоне. Императорская ротонда, к сожалению, только пока в наборе за донат, очевидно. Или все-таки... Так, это, наверное, не магазин, это, наверное, декор. Но его тут в любом случае нет, значит, и тут его тоже нет. То есть, как бы, она самая классная, как всегда, в наборах за донат. Печалька, беда, огорчение. Хотя, может, потом еще где-то добавят. Не знаю, посмотрим. И про акции, про которые я говорила, пока я помню. Вот здесь у нас мини-игра с тучками, вот там нужен этот модельер. А вот здесь социально это, где у меня камни, здесь кренки. Но кренки у меня есть, поэтому у меня камни. Я, наверное, на камни участвовать не буду. А вот у меня, конечно, нет этого чувачка, который нужен. Сколько он там камни стоил? По-моему, 275? Нет, что-то я не хочу. Я лучше на акцию, ну, может, на бустер, на какой потрачу. Потому что хочу юную мисс Мэйн. Так что буду опять безаметист. Эх, похоже, меня переводящее заклинание не затронуло. Я совсем не понимаю, и что они все опять делают. Действительно. Я никогда не оставлю пони в беде, особенно героиню своей любимой легенды. Но, кажется, она не единственный гость в городе. Посмотри на этих двух пони. Шелк, из которого пошиты их одежды, и если мои познания в истории моды не устарели, безнадежно его могли соткать только в эпоху династии Целинь, великой древней панийской империи. Целинь, это, по-моему, кстати, единорог с китайского, нет? Целая деревня мисс Мэйн перенеслась вместе с ней в наше время. И это значит, о святые подковы, если мы не хотим, чтобы вся история треснула по швам, мы должны проследить, чтобы они тоже следовали легенде. Кстати, о легенде. Там, кажется, была часть, когда отец мисс Мэйн оказался в клетке, охраняемой свирепыми императорскими стражами, например, вот такими. Не говори глупостей, Свити Белль, если бы отец мисс Мэйн и вправду попал в плен к стражам с Эйбл Спирит, я бы точно это запомнила. О, ужас! Несите диван, Рарити будет падать в обморок. Это совсем не похоже на то, что было в легенде. Это означает, что мы должны освободить его. И чтобы стражи не заподозрили, что мы из будущего, то есть настоящего, значит, придется поработать дизайнером костюмов и ей сшить кимоножки, назначить Рарити и назначить Свити Белль. Дополнительно у нас идет матушка. В ногу со временем принести 15 императорских одежд для стражей. Я не буду ничего пропускать за камни, потому что я уже смотрела скриншоты в группе ВКонтакте, и вот на это задание дается около больше двух суток, то есть там потом будет сразу таймер, и пропускать смысла ну вообще никакого на самом деле нет, потому что там идет таймер на почти двое, даже больше двух суток получается. В общем, можно от сами смейт получить вполне и так. Хорошо, все, на этом мы пока заканчиваем, да, тут мы где-то, где-то там, но я надеюсь, что особенно антиквар мне поможет. У него тут, смотрю, самое маленькое время, которое на 10, надо будет только вовремя собирать. Коллекции, все то же самое, ну в общем, мы с вами это уже видели, когда смотрели общее обновление по игре, значит, поняшки, давайте я вам покажу еще хореографа, который живет вместе с чизом-сэндвичем, и покажу маленькую поняшку, так вот, хореограф, да, ну это я вам уже показывала в прошлом ролике, хореограф, танцевальный по Фазербэнксу, сами по себе не появляются, знаете ли это результат работы этого скакуна, у меня это слово скакуна, но здесь очень странно смотрится, вот, и в Контерлоте покажу поняшку, маленькую жеребяшку, которую я взяла за жетоны сердечки, ну конечно, обидно, что не получилось и магазины пони урвать, но как я уже сказала, что там явно был некий такой расчет на то, что либо одно, либо другое, то есть те, кто умудрились и то, и другое собрать, это прям, наверное, очень часто собирали жетоны, бейкерфили, эта крошка записалась в дневной лагерь меткоискателей, чтобы разобраться в своих способностях, в данный момент это либо выпекание изысканного печенья, либо создание реально крутой гривы, или и то, и другое, в общем, она миленькая и классная и живет вместе с кем-то, вот, она живет вместе с Север Феа. Так, вроде я больше вам ничего не забыла показать, но мне, конечно, пока очень жалко по поводу декора, что он, походу, будет только в каких-то... Я надеялась, что, может, в социальной части нам дадут здесь беседку, но нет, здесь дают лапку, еще, кстати, будет статуя Вайноны. Вполне возможно, что у нас будут еще какие-нибудь акции непосредственно к китайскому Новому году, который как раз-таки будет 16 февраля, то бишь, когда я буду выкладывать этот ролик. Если прямо завтра стартуют еще какие-то акции, ну, в ночь по китайскому Новому году, их не будет видео, вы уж не обессудьте, потому что я снимаю немножко заранее, вот, ну, просто я не буду выкладывать прямо в ночь, вот. Если я что-то забыла, пропустила и так далее, можете мне написать об этом в комментариях, можете написать, что вы получили в призах за этот этап. А, ну, про Блейз я не помню, сказал или нет, я решила ее, на нее не копить жетоны, потому что хореограф очень плохо давал эти жетоны, и на момент утра четверга, ну, последнего дня акции, у меня было только три жетона, и, короче, где-то там был шанс 50 на 50, я решила, что слишком дорого он мне обойдется, если за камнем, она мне обойдется, Блейз, если за камнем пропускать, поэтому я решила просто вообще даже не собирать, вот, и не собирала. Не знаю, понадобится она или нет, может, она будет где-то в бустерных поняшках, ну, и тогда следующий ролик по игре будет, наверное, я не знаю, наверное, не раньше теперь понедельника, потому что суббота, воскресенье у нас выставка игрушек, там очень будет много информации, мне придется ночью даже работать, вот, поэтому, как бы, не наседайте, пожалуйста, на меня, мне тоже нужен какой-то, никакой отдых, хотя бы просто выспаться, вот, надеюсь, этот ролик был вам интересен и полезен, до встречи в следующем, с вами была Тома, пока!